Здравствуйте, дорогие читатели! Центральная городская библиотека имени Михаила Васильевича Ломоносова представляет книжный обзор краеведческих книг об истории Архангельска. Книги из обзора будут интересны не только жителям Архангельска, а также гостям города и всем тем, кто проявляет интерес к его богатейшей истории. Ведь Архангельск — это город особенный и во многом неповторимый. Первая книга, о которой мы с вами поговорим, — это книга под названием «Старый Архангельск» Попова Геннадия Павловича. Данная книга — это кропотливый, поистине тяжелый 30-летний труд краеведа Геннадия Павловича Попова по сбору архивного материала. В своей книге автор рассказывает о страницах истории Старого Архангельска. Жизнь морского портового города была гораздо богаче памятными событиями. Здесь чувствовались близость сопредельной Норвегии, суровой и почти неисследованной Арктики, а также определенные влияния политических ссыльных. Со временем на него стали чаще обращать внимание научные и деловые круги России. Столичная пресса все чаще посещали северный город разного рода экспедиции, писатели, люди искусства. Появлялись проекты строительства железных дорог, связывающих его с Западной Сибирью. Все это предрекало в будущем Архангельску еще большую значимость как крупного морского, торгового и научного центра на севере России. В книге использованы редкие фотографии и открытки из фондов Областного краеведческого музея и Государственного архива Архангельской области, позволяющие более зримо представить облик Старого Архангельска. Следующая книга, о которой мы с вами поговорим, это книга под названием «История строительства Архангельска» поповой Людмилы Дмитриевны. В книге рассматривается градостроительная история Архангельска от его возникновения в 1583-1584 годы по первые десятилетия XX века. В развитии города автор выделяет пять основных этапов, на каждом из которых Архангельск обладал особенным обликом. Книга, помимо основного текста, содержит перечень исторических наименований улиц, которые поможут читателю сориентироваться в топонимии города, многие улицы которого с конца XVIII века неоднократно переименовывались. Следующая книга, о которой мы с вами поговорим, это книга под названием «Архангельск. Три прогулки по старому городу» автора Татьяны Зелениной. Альбом «Архангельск. Три прогулки по старому городу» Это рассказ о городе 1930-1970 годов. Художественный образ Архангельска создан на основе живописных и графических работ архангельских художников, дополненный отрывками из литературных произведений северных писателей, воспоминаниями художников и их потомков, и горожан. Татьяна Владимировна Зеленина – заслуженный работник культуры, заведующая отделом «Городская художественная культура» музейного объединения. Награждена Пушкинской медалью, автор многочисленных научных статей и ряда книг о жизни старого Архангельска. По словам автора, идея альбома родилась в процессе многолетней исследовательской, реставрационной и выставочной работы Музейного объединения «Художественная культура Росского Севера» по сохранению как архитектурных памятников Архангельска, так и произведений местных художников о городе. Благодаря многолетней совместной работе архангельских музеев, коллекционеров, потомков художников, в собрании которых хранятся живописные и графические произведения, посвященные городу, было выявлено около трехсот работ художников, в том числе и незаслуженно забытых. Уточнены места, события, которые запечатлены на картинах. Альбом «Путеводитель» адресован всем тем, кто любит свой город, кто трепетно относится к его прошлому и хочет еще больше о нем узнать. С книгами из обзора вы можете ознакомиться в нашей центральной городской библиотеке имени Михаила Васильевича Ломоносова. Всем большое спасибо за внимание. Альбом «Путеводитель» Субтитры создавал DimaTorzok